В пятницу на субботу, во втором подъезде дома номер 46, по улице Грозненской, никто не мог уснуть. Мам, мам, там у Серёги, пойдём, пойдём, мам. Шумная вечеринка в одной из квартир затянулась до самого утра. Мысли Елены Губиной стремительно сменяли одна другую. Что же натворили эти мальчишки и зачем им понадобилась помощь? В квартире, где только что гремела музыка, было тихо. Но в ванной женщину ждала страшная находка. 17-летнюю Юлю Ирнеденко облили спиртом и подожгли. Тела девушки обгорело на 90% от шеи и до пят. После трагедии Юля прожила всего 10 дней, но так и не назвала имени своего убийцы. Спустя год это сделал суд. Виновником трагедии признали 23-летнего Павла Губина. За этим резонансным делом следила вся страна. Павла Губина приговорили к 15 годам тюрьмы. Но с таким решением не согласны мама парня и бабушка самой погибшей девушки. Вот уже два года они пытаются добиться правосудия. Сегодня мы впервые раскроем факты, о которых умалчивают не только свидетели трагедии, но и о том, что скрыла сама погибшая девушка. Глядач Якс Видок это первая программа в Украине, где ключевую роль в расследовании загадочных преступлений играете вы, телезрители. Меня зовут Максим Сикора. Здравствуйте. В нашей студии мать Павла Губина, Елена Губина. Ее сын уже сидит за убийство Юлии. Однако Елена оказалась самым первым свидетелем этого преступления, и она утверждает, что ее сын не мог быть причастным к этому убийству. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, вы не верите в то, что ваш сын совершил это преступление? Я не просто не верю, я точно знаю, что он этого не делал. Но ведь он уже находится в тюрьме. И следствие говорит, что именно он поджег эту девушку. Следствие это говорило изначально, у них это была единственная версия. Более того, мне утверждали, и это озвучивал бывший прокурор города Харькова Евгений Попович, что якобы сама погибшая девушка Юлия сказала об этом на своих допросах. Ее два раза допрашивали еще при жизни. Но это оказалось ложью, потому что потом, когда в суде показали эти видеозаписи допроса, ну материалы, когда рассматривали, Юля никогда не называла моего сына своим убийцей. Ну это как бы уже изначально ложь. И я точно знаю, что не мой сын это сделал. Мой сын, наоборот, ее спасал. Почему осудили тогда именно вашего сына? Если сказать совсем прямо, это было сделано за очень большие деньги. Я этого не скрываю, я говорила, это изначально с самого первого же дня. Потому что там происходила, ну я так скажу очень грубо, такая развратная гулянка в течение всей ночи. Это все происходило с 10 на 11 мая 2013 года. Было три мужчины, ну действительно мужчины, которому одному уже там было 22 года, второму 24, третьему 27. И с ними несовершеннолетняя Юлия. Мой сын туда пришел уже под утро, где-то уже после пяти часов утра, ближе к шести. Вот, это как раз были вот эти праздничные дни, как раз когда там была вместе Пасха, 9 мая. Вот, и он к Сергею зашел, это квартира Сергея Синсиневича. Родители его в тот момент были на рыбалке. Вечеринка проходила в Неглиже, то есть все ребята были в одних трусах. Вот, Юлия была тоже без своих вещей, на ней были надеты вещи Сергея Синсиневича, шортики с футболочкой. Кто такой Синсиневич Сергей? Это хозяин квартиры по адресу улица Грозненская, дом 46, квартира 86. Это тоже ваш адрес? Я живу, да, только я живу в 80. Это же улица, этот же дом? Совершенно верно. То есть это все происходило в вашем доме? Надо мной квартира сразу. Вы сказали, что там было еще двое мужчин, кто эти люди? Это, ну, два его товарища, Александр Гнеденко и Гольчук. Как там оказался ваш сын? Мой сын туда пришел уже, ну, домой только вернулся около пяти утра. Зашел в ванну, душ принять. Я как раз сидела, работала за компьютером. Ну, я часто по ночам просто работаю. И потом вышел, мне он, правда, ничего не говорил, бабушка у него спросила, Паша, ты куда? Он говорит, я, говорит, зайду к Сереге над нами. Там было так весело и шумно слышалось. Они были друзьями с этим Сергеем? Они одного возраста, у них месяц разница просто. Паша Февральский, Сергей Мартовский. И они знают друг друга, вот именно с рождения, с пеленок. Более того, с матерью Сергея Синсиневича, с Еленой, я сама с детства, с пяти лет знакома. Так, ну, а в итоге вы выяснили, зачем Пашу позвал Сергей в эту квартиру, в свою? Ну, я так поняла, что это было просто продолжение банкета. Более того, они с Сергеем Синсиневичем, они еще раньше договаривались, что Паша зайдет. Что они там продолжили делать? В этой компании закончилось спиртное. Так, и они отправились еще за добавкой? Да, они взяли, попросили у нашего соседа самогон. Они поднялись на девятый этаж, там была трехлитровая банка самогона, она была закатанная. Вот они ее взяли. Естественно, они не выпили ее всю. Перелили частично пивной бокал полулитровый. Самогон, все остальное осталось в банке. И из этого бокала выпили с полулитрового, разливали по рюмочкам и выпили два раза, по два раза. Откуда вы знаете? Это они же сами рассказывали, и Паша на воспроизведение событий, и Синсиневич, и Гольчук, и Гуденко, и сама Юля. Хорошо, вот они выпили по два раза, и что произошло дальше? Где-то в семь в начале восьмого утра, вот так вот. Я уже закончила работать, я собиралась ложиться спать. Ну, слышу стук в тамбурную дверь. Открыла мама дверь. Выхожу я, а Паша мне, мама говорит, поднимайся, говорит, там беда большая с девочкой. Ну, я как бы надела халат, потому что я в пижаме была уже. Поднимаюсь. В квартире Гольчука уже не было. Был Гнеденко Александр, он абсолютно неадекватный, лежал на кухонном уголке. А ваш сын, он в каком состоянии пришел тогда домой и попросил вас подняться в квартиру выше? Ну, трезвый, он, получается, с ними выпил совсем немного. А до моря он пришел, ну, абсолютно трезвый. Хорошо, вы зашли в квартиру выше, увидели Гнеденко, который был в состоянии сильного опьянения. Сергей Синсиневич сидел в своей комнате за компьютерным столиком в кресле, вот. А мой сын находился в ванной. Я захожу в ванную, смотрю, лежит девушка. В ванной воды немного так налита. И мой сын держит ее вот так вот за голову. Я вообще сначала не поняла, что он... Я была в таком шоке, что я подумала, что это мертвая девушка. А вы узнали эту девушку? Нет, я вообще в первый раз ее увидела. Как вы можете описать состояние этой девушки? Сначала я подумала, что она мертвая. Я потом поняла, что она живая, потому что она застонала. Можете описать, как она выглядела? Она была полностью обнаженная, ну, мокрая. И на ней были как красные полосы, так вот. Я сначала подумала, я вообще не подумала даже, что это ожоги. Я подумала, что ее избили. Вот, я говорю, что с ней? Говорю, кто ее бил? Я думала, что это полосы от ударов. Кто ее бил? Он говорит, это горит ожоги. Тут Сергей из комнаты выходит. Я говорю, почему она голая, где ее вещи? Он мне на это ничего не ответил. Что-то там промычал, я уже не помню, правда. В смысле, не ответил, почему голая. А вещи приносит... Сергей Синсиневич, вот этот, хозяин квартиры. Хозяин квартиры, да. Приносит ее джинсы и такая кофточка какая-то такая вот. Кидает так вот на табуре, говорит, вот ее вещи. Почему вас больше волнует, где одежда девушки, а не то, что она, может быть, в этот момент умирает? Понимаете, это все было в течение минут на самом деле. Просто вот, я вот рассказываю это долго. Все это в течение минут. Вот первая моя реакция, что она побитая, она мертвая, потом она живая. Ну, почему она голая? Вот понимаете, вот такие вот сумбур в голове. Потом я начинаю требовать, что давай скорую вызывать. Он говорит, я, говорит, сначала буду звонить родителям. Я говорю, какие родители? Я говорю, давай, говорю, немедленно скорую. Расскажите, когда, наконец-то, для вас стала ясна эта картина? Вам Паша рассказал, что произошло? Мне Паша сказал, что это ожоги. Я не интересовалась... Нет, ну вот когда вам объяснили, что произошло? А я толком и не знаю, что произошло на самом деле. То есть вы до сих пор не знаете? Ну, сын вам объяснил, как эта девушка получила ожоги, оказалась в ванной. Сын не видел, как ее подожгли. Сын ее только потушил. Он видел, как она горит? Он был в этот момент на кухне, увидел в ванной вспышку огня. В ванной находились Синсиневич и Юлия. В общем, получилось так, что девушку стошнило, когда она лежала на кровати у Сергея. Сергей попросил Пашу, чтобы он помог донести ее до ванной, ну, потому что она не ходила, не говорила, там у нее было 2,46 промилле алкоголя в крови. Паша помог донести ее до ванной, и потом он сидел на кухне, как раз вот напротив ванной, пил кофе и разговаривал по телефону со своим товарищем. У него вообще были планы на утро. Потом увидел вспышку огня, залетает в ванну, увидит, горит. Он хватает душ, залил девочку и сразу же побежал за мной. То есть Сергей был хозяин квартиры в этот момент, когда вспышка огня произошла в ванной. Да. Хорошо, давайте сейчас посмотрим видеореконструкцию. Это версия происходящего со слов вашего сына Павла Губина. Громкие вечеринки в квартире Синсиневичей случаются регулярно. И на этот раз все как обычно. Компания друзей, выпивка, громкая музыка. Под утро Юле становится плохо. Состояние и поведение девушки не удивляют Павла. Очевидно, дают знать о себе, ее возраст и количество выпитого. Оставив Сергея и Юлию в ванной, Павел выходит на кухню. Ему позвонили с работы. Да, да, да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Яркая вспышка за приоткрытой дверью заставляет парня бросить трубку и забежать в ванную. Времени на раздумья не остается. Дальше все происходит машинально. Главное сбить огонь. Кто вызвал скорую помощь? Скорую помощь вызывали мы вместе с Сергеем. Это был такой полный бред. В конце концов, когда я настояла на вызове скорой помощи, мы с ним чуть ли не за трубку эту дрались, потому что он врачам так ничего не сказал, а мне трубку не дал. У нас есть запись этого звонка. Давайте послушаем. Доброе утро. Примите вызов, пожалуйста. Что случилось? Ожоги. Ожог чем? Грозневская, 46. Чем ожог? Ну, обожг. Девочка обожглась. Чем обожглась, я спрашиваю? Ну, и тем самым обожглась чем-то. Давай. Чем-то это чем? Ну, какие-то ожоги. Ну, мужчина, ожоги от чего? Кипятком чем? Кислотой, химикантами. Ну, как или что-то такое. Адрес говорите. Грозневская, 46. Квартира? 86. Подъезд, этаж? Шестой этаж, второй подъезд. Район какой? Чернозаводской. Фамилия, имя что, больного? Больной, которая? Да. Юля зовут. Да, я не подскажу. Сколько лет? Ну, 18. А вы кто? Друг. Ожидайте, принято. Кто говорил мужской голос? Это Синсиневич. Давайте к психологу обратимся по этому поводу. У нас сегодня Вячеслав Заика. Как вы можете прокомментировать этот звонок? Человек явно не хочет говорить, от чего ожоги. Это факт. Речь несколько дезартрично говорит о состоянии опьянения. Какого опьянения? Неизвестно алкогольного, неалкогольного. Максим согласен с ним. Человек явно не говорит или не договаривает, зная о чем-то. Телефонный звонок уже о многом говорит. Он что-то скрывает. Елена, а что вы хотели... Хотела врачам объяснить, что девочка именно горела. Что это ожог от огня. Что это термический, а не химический какой-то, либо еще что-то. А почему он вам трубку не давал? Он вас держал? Он буквально... Мы с ним дрались за эту трубку. И потом по итогу он забрал ее. Он вообще вызывал скорую почему-то с Юлиного телефона. Ну так, тут дуже цікаво, что когда задали ему питание за швидкой допомоги, что а кто выкликает прозвища? Он Син? А тогда... А кого? Ее? Постраждал? А, да, тогда Юля, Юля, Юля. То есть, он сначала хотел сказать свои прозвища, но тогда почему-то запнулся. Ну, если ему не было чего приховывать, то какой резон не сказать свои прозвища? 17-летнюю Юлю Ирнеденко облили спиртом и подожгли. Кто же на самом деле убийца и почему умерла эта девушка, выясняем сегодня. Развязку вы узнаете совсем скоро. Сколько прошло времени с момента вызова скорой помощи и до прибытия? Очень быстро, минут пять, не больше. У нас просто подстанция скорой помощи находится через два дома от нас. Но приехала обычная бригада, и они, конечно, стали ругать, что мы... Почему вы не объяснили, что произошло толком, потому что тут нужна реанимация. А с момента вашего прихода в эту квартиру и до прибытия скорой помощи, вот сколько времени прошло? Мне сложно сказать, потому что на секунду меры я не смотрела. Но я думаю, что это было минут семь-десять, вот так вот. То есть минут десять плюс пять минут на скорую, пятнадцать минут, вы хотите сказать? Да, эта скорая вызвала вторую скорую, уже реанимацию. Сама трагедия, это из официального дела, 6.40 утра. В журнале регистрации в самой скорой помощи записано, что звонок в скорую помощь поступил в 7 часов 38 минут. Вполне возможно, только почему такое... Кто установил это точное время 6.40 утра? Откуда? Если эксперты, которые делали экспертизу, вот эксперт Латкевич, они напрямую в экспертизе написано, что время поджига неизвестно, чем было поджига. Это время взято из материалов дела. Откуда они это взяли? У меня тоже возникает вопрос, откуда это время? Ну, можно и конструкцию сделать и восстановить. Часто мы следственный эксперимент проводим, вплоть до того, что заставляем вас сбегать наверх, заставляем вас сделать те действия, которые вы описали. Ну, возможно, да. Я просто помню, что скоро мы вызывали уже в 7 с чем-то. Да, это так и было. В 7.38. Да, это записано еще раз в журнале регистрации. Ну, вот такой эпизод. Мы провели эксперимент на месте. Что выяснилось? Давайте посмотрим. Сейчас попробуем проверить, сколько времени понадобилось в карете швидкої допомоги, чтобы доезжать до места трагедии. Чтобы доезжать от дома, досталась трагедия до станции швидкої допомоги, мы витратили ровно 8 минут. Так это уже вторая скорая. Хорошо, то есть вы утверждаете, что вторая скорая в 7.38. Ну, получается так. А первая получается раньше. Ну, ведь я так понимаю, что журнал регистрации – это документ строгой отчетности в медицинском учреждении. Если там записано, что вызов поступил в 7.38, а в материалах дело значится время трагедии вот этой с июлей 6.40, то тогда прошел целый час. И, возможно, за этот час могли произойти какие-то вещи в этой квартире, о которых мы не знаем. Ну, например, вы забыли что-то нам сказать. Я ничего не забыла. О чем вы разговаривали с сыном? Ни о чем абсолютно не забыла. Максим, меня позвали уже в квартиру к Синсеневичу после 7 утра. Я же говорю, вот это время 6.40, это установлено, получается, экспериментальным путем. Я не знаю, где этот эксперимент, которым установили это время. Выходят. Елена, вы говорили с сыном в квартире? Я уехала вместе со скорой помощью отвозить ее в больницу. Нет, до прибытия скорой помощи. До этого было не до того. Мне было некогда поговорить с сыном. Просто. Вячеслав. Хотя, хотя, я спросила, что произошло, и мне Сережа пытался что-то сказать про самбуку какую-то. Но я тогда тоже не могла понять. Вячеслав, у вас есть вопрос к Елене? Пожалуйста. Мы упускаем один очень важный момент. Это звонок телефонный, который вашего сына отвлек из ванны в то время, когда там совершалось, собственно говоря, преступление. И он уже видел вспышку из кухни. Так вот, меня интересует телефонный звонок в 7 часов утра в выходной день по работе. Контролировали ли его потом следственные органы? Кто звонил? Был ли этот звонок? Проверяли ли телефон? В деле есть несколько запросов, которые следственные органы, когда вели следствие, там, я не знаю, там, порядка 10 запросов в компанию оператора «Лайф». И более того, следователь Бабушкин Владимир Яковлевич допрашивал этого человека, Попова Максима, с которым Паша разговаривал. Попов Максим подтвердил, что да, есть видеозапись этого допроса в РОВД, что да, я разговаривал с Пашей утром. Бабушкин у него говорит, дайте номер телефона, свой номер телефона Паше и ММА своего телефона. Попов все это дает, все эти данные. Вот, потом, значит, существует, я жюри, порядка 10, но я точно не помню уже в деле, запросов к оператору «Лайф». И следствие каким-то странным, непостижимым образом постоянно делало то, одну, то две ошибки. Они так и не получили распечатки телефонов звонков. Пока вот вы с Сергеем разбирались, кто будет звонить в скорую помощь, а чем занимался ваш сын? А Паша был все время в ванной, я же говорю, он был с девочкой. Он спасал Юлю. Вы же понимаете, захлебнуться можно в ложке воды. Она лежала на боку, вот, и постоянно опускала голову вниз, вот так вот, она голову не держала. И он ее держал за голову. Он не выходил с ванной вообще. Но теперь именно Павел отбывает срок, а Сергей нет. Да. Нашему журналисту, Юля, тебе удалось пообщаться с мамой Сергея Синсеневича. Тут информация о разнице. Сейчас давайте посмотрим, что она сказала, потом, Юль, прокомментируешь. Пожалуйста, внимание на экран. Звонок был на телефон, ныне покойного Олега Подобного. Вот, она попросила, она ему позвонила, Губина, попросила, ну, передать мне трубку. Вот, он дал телефон своей жене, тоже Лена ее зовут. Лена принесла мне в палату этот телефон. Это было в 7.50. Олена Синсеневич говорит про то, что ей подзвонила, подзвонили вы. А вы говорите про то, что спочатку, что Сергей не хотел викликать швидкую допомогу. Он звонил своей матери и отцу, и у них были отключены телефоны. Приехала скорая помощь. И вот, когда уже врачи разбирались с Юлей, помогали ей, я попыталась дозвониться Елене Синсеневичу. Телефон у нее действительно был отключен. Вот, но я знала, что они были на рыбалке еще с двумя людьми. Вот, Олег Поддубный, это соседи нашего соседнего подъезда, и его жена Елена. Я позвонила ему на телефон. Он взял трубку, говорю, Олег, срочно дай трубку Елене Синсеневичу. Он пошел, я разбудила, она в палатке спала, дал трубку, говорю, Лена, бросай свою рыбалку, немедленно лети домой, потому что тут беда. У тебя, говорю, в квартире ванная, говорю, обожженная, обнаженная девушка. Юль, так кто звонил тогда? Тут, видите, вопрос, потому что, когда я спековалася с Еленой Синсеневичем, мамой Сергея, она сказала, что швидкой допомоги тогда еще не было. И она говорила с Сергеем, и Сергей сказал, мама, что мне делать? То есть Сергей дозвонился материс? Я дозвонилась. Олена дозвонилась? А, вы дозвонились. И он говорит, мама, что делаете? Она говорит, выкликайте, швидко, выкликайте швидкую допомогу. Вранье. Это вранье, потому что скорая уже была. Мы звонили к Синсеневичу, уже была скорая в районе 8 утра, я звонила к Синсеневичу. Ну, мы знаем, что скорая помощь едет 8 минут. Мы сделали следственный эксперимент. Значит, 7,38 плюс 8, это 7,46. Ну, приблизительно так. Ну, где-то в одно время, получается. Вы могли подумать, что скорая приехала, а она еще не приехала? Нет, я не могла такого подумать, потому что я в квартире была в этот момент. Вы ехали в карете скорой помощи вместе с Юлей? Да. Так, а у вас был разговор с Юлей в скорой помощи? Она была без сознания. Мы с медсестрой пытались выяснить, как ее фамилия, но у нас это не получилось. Она в бреду говорила такие вещи. Ну, о чем? О том, что ей больно, что не трогайте меня, что я, ну, типа, как еще несовершеннолетняя, или я еще, ну... И что вы подумали? Да, это даже не я подумала. Это подумала эта медсестра Яна. У нее сразу был первый вопрос. Ее что, насиловали? Елена, вы ведь общались с Юлей, с нашим журналистом, перед тем, как прийти к нам в программу. Юля, о чем вы разговаривали с Еленой? Вот меня интересует этот момент в скорой помощи. Елена рассказывала тебе по поводу того, что могла говорить Юля? Так, так, мы говорили про это. Она как раз вот прям так мне рассказывала про то, что Юля была, ну, звичайно, без... Она говорила про то, что Сеня, не трогай меня. Сеня. Сеня, да. Сеня, это прозвище Сергея Синсеневича. То есть Юля сказала это? Она так и говорила, Сеня, не трогай меня, Сеня, мне больно. Вот это четкая ее фраза. Сеня, мне больно, Сеня, не трогай меня. Это врезалось в память. А вы вот когда услышали Сеня, вы что-то подумали? Я сразу поворачиваюсь к нему, он рядом со мной в машине сидит. Вот, и когда уже Яна говорит, ее что насиловали, я поворачиваюсь, говорю, Сергей, кто девушку насиловал? А он такой, никто ее не насиловал, извините за подробности, и вообще у нее месячные. Тогда я уже впала в истерику, а ты, говорю, откуда это знаешь? Говорю, ты что, говорю, в трусы девушки заглядывала. Откуда ты знаешь, откуда такие подробности? А вот, и причем первичный диагноз скорой помощи был, первичный диагноз, это изнасилование и поджог. И знаком питания, ЧБС? Я не знаю, надо посмотреть эту справку в материалах дела. Данил, кто мог это сделать? Ну, сейчас, снова же, два подозреваемых, точнее, три, третий там, спал и так далее. Кто мог сделать? Вот, основной вопрос. Я, как поединческий аналитик, могу четко сказать, это сделал садист. Клинический садист, который, человек, который в детстве поджигал мушек, полил комариков, потом, возможно, перешел на кошек, на собачек и так далее. Не, ну вот пережитое, а может ли всплывать вот в таком бреду, что ли? Да, оно не просто может, оно по-любому всплывает. Во-первых, сильнейший болевой шок. Человек от боли отключился, плюс состояние алкогольного пьяни, но все равно болевой шок. И по состоянию бреда, это вам скажет любой специалист по глубинной психологии, можно очень четко отследить реальную динамику работы подсознания. А реальная динамика работы подсознания, что? Кличка. Все. Совершенно верно, да. Так почему же все-таки следствие обвинило именно Павла Губина, как единственного человека, который поджигал Юлию? Мы пообщались с адвокатом Павла Губина, это Сергей Позняков. Он изучал материалы дела и оказалось, что там есть факты, которые подтверждают слова мамы Павла. Давайте послушаем, что он сказал. В процессе судебного следствия допрашивались родственники потерпевшей, где сказано, что она рассказывала о своей сестре, по-моему, сестре, что Синсиневич к ней оказывает знаки внимания. Она с ним, в принципе, дружит, он как бы парень неплохой, но встречаться она с ним не хочет, потому что он олег, ну, пьяница. Часто употребляет или злоупотребляет спиртными напитками. Потом, на следующий день при осмотре места происшествия, под диваном Синсиневича обнаружено несколько презервативов. Один из них распечатанный, но не использован. У нас есть еще одно свидетельство. Это Андрей Ильченко, сосед Сергея Синсиневича. Давайте послушаем, что он рассказал о нашей программе. 11 мая. Мне в 7 часов утра позвонили, поздравили с днем рождения ребенка. Я взял сигарету и вышел на лестничную клетку между этажами. Присел, закурил. Ну, а что дальше получилось, а как я курил? Хлопнула дверь, выскакивает Паша. Следом за ним выскакивает, ну, это я уже потом узнал, что это Синсиневич. Ну, и Паша с криками, с матюками, ну, проще сказать, а он сказал, зачем ты это сделал? Ну, и побежали вниз. Ну, я так понял, побежали на этаж ниже, потому что Паша живет там. Хлопнула там дворная дверь, он начал стучать в дверь. Потом, ну, слышно было, что открыли дверь. Паша прокричал, мама, вставайте. Серега угробил девчонку. Ну, вы знаете этого человека, это действительно ваш сосед. Это Андрей Ильченко, который живет на седьмом этаже. Ну, просто тут в своих показаниях чуть-чуть сутрировал капельку. Что именно сутрировал? Что Паша прям прокричал, мама, вставай и все остальное. Ну, а про то, что Сергей угробил девчонку, это была фраза? Да. Но мог ли Сергей изнасиловать Юлю? Пока мы готовили съемки этой программы и собирали всевозможные факты об этом деле, к нам на колл-центр поступил звонок. Оказалось, что это звонит близкая подруга Юли. И давайте послушаем, что она рассказывает об отношениях Сергея и Юли. Это вообще бред полный. Не знаю, почему это говорят, но это бред полный. То есть, если бы что-то было, ну, я бы однозначно это знала. То есть, ну, встречаться, я же говорю, они не встречались, просто как бы, как друзья общались и все. Если Сергей и Юля были просто друзьями, как говорит близкая подруга Юли Маргарита, то тогда чего боялись родители Сергея? И зачем они пытались повлиять на ход расследования? Об этом нам рассказала одна из жительниц этого дома, где произошла трагедия. 19 сентября, когда был суд, когда моего мужа вызвали свидетелем, после этого через два дня ко мне пришла соседка напротив, попросила зайти к ней в квартиру. И вышла, я не знаю, из комнаты или из кухни с женщиной, которую, ну, я ее, допустим, не знаю. И она мне начала говорить о том, что мой муж врет, и чтобы давить на детей, на моих, причем я младшего своего сына скушала, вот, я его приготовила и съела. Начала с соседями вот таким образом давить на то, что то у меня дети голодные ходят, то еще что-то, и чтобы мой муж поменял показания полностью. Вот. На что я ей ответила, что он лжи свидетельства не дает, и менять показания он ничего не будет. А кто угрожает? Действительно, родители Синсиневича? Как теперь уже стало известно, что угрожала ей, собственно, сама Елена Синсиневич. Это рассказала Мария Гришко, вот эта соседка, которая вызвала Катю к себе. Она не просто это рассказала, она даже, сейчас заведено уголовное дело по факту лжи свидетельства. Маша Гришко пришла в суд на следующий день после показаний Андрея Ильченко и сказала, что семья Ильченко вообще не была дома. То есть они не могли не видеть, Андрей не мог курить на лестнице, потому что их просто не было дома. Вот. И, соответственно, на основании этого суд поверил Марии Гришко, показания Андрея Ильченко отнесся к ним критично. Но он не отказался от этих показаний? Нет, Андрей не отказался. А Мария Гришко, мы сейчас доказали, что она просто лжет, потому что и Екатерина была дома, она была понятой, и Андрей был дома, потому что при поквартирном обходе есть протокол, где Андрей подписан. То есть, как бы, ну что написано, пером не вырубишь топором. Валерий, скажите, пожалуйста, а вот такое свидетельство, насколько оно вот в подобных делах важно и учитывается? Ведь там ничего такого не было. Вы знаете, все здесь участники процесса, которых мы выслушиваем, делятся на тех, кто непосредственно может быть полезным в качестве доказательств, и кто второстепенные, и как доказательства будут второстепенными. Поэтому я думаю, что ни мама та, ни мама эта не могут быть для нас очень серьезными свидетелями. Ну, а вот, наверное, нужно было беспокоиться о том, насиловал или не насиловал Сергея эту девушку. Правильно вы сказали. Тут есть очень много, но, по-перше, выникает самое главное вопрос. А почему ей тиснуть на свидетель? Ее сына ставили в разряд подозреваемых? Только свидетель с первого дня. Поэтому, видите, уже мета, да, тиска на свидетель, она отпала, потому что с самого начала, я так понимаю, ваш сын стал подозреваемым. Правильно? А зачем они тогда Гришко привезли на следующий день после Ильченко, и она стала давать показания, что семья Ильченко вообще не была дома? Для чего? Почекайте, я вот тут же не даю свою думку. Вот данный свидетель, он больше выгоден вам, чем невыгоден им. То, почему на него тиснуть с того боку? Так зачем тогда на него тисли? Зачем они Гришко тогда в суд привели давать лжевые показания? Еще раз скажу, нелогично, потому что той Синсиневич, он же не подозревался жодного дня. Правильно. Так зачем тогда они на него тисли? Так я вот питаю, навече вы обиграете эту версию? Я не обиграю эту версию, я рассказываю так, как есть. Это чья идея взагалі с этим свидетелем? Он пришел в суд, дал показания, что он слышал в подвеске. Ну, чтобы он пришел в суд, его кто-то должен привезти, кто-то из стороны проведения. Это защитник вашего сына, его привез? Да. Спасибо. В материалах уголовного дела есть, оказывается, две экспертизы. Одна, в которой говорится, что Юлия Ирнеденко была девственницей. Ну, а вторая экспертиза говорит о том, что уже после ее смерти она была проведена так. И вот эта экспертиза подтверждает факт того, что Юля не девственница. Почему экспертизы две и какая из них правильная? На самом деле на это вопрос никто не может ответить, потому что первый, первый, первый огляд говорит о том, что Юлия Ирнеденко правильно была, ну, как бы, снотливою. А уже другая, после смерти, она уже была не снотливой. А теперь можно вопрос? В первой экспертизе есть данные, что она была сгвалтована. И тут, в материалах дела, есть знак вопроса. Во время допроса Юлия ведь приходила в себя. Она объяснила этот факт? На відеодопите цієї информации нет. Но есть свидетельство, Юля говорила, что она с лютого месяца 2013 года уже жила половым життям. С кем? С Гнеденко. Она не говорила, с кем она. Она сказала, что Саша. Саша – это Гнеденко. Ну, насправді, я спілкувалася с подругой Юлией, и она подтвердила эту информацию, снова же таки, с слов Юлии, что она жила этим життям, но имя она тоже меня не назвала. Когда я спросила ей, что это был Александр Гнеденко, она сказала, что этого не могло, потому что на тот момент ее подруга Рита встречалась как раз с этим Александром. А Сергей? Ой, какая Санта-Барбара. А Сергей? Нет, она тоже свидетельствует о том, что с Сергеем вообще в них не могло быть никаких отношений. Они были просто друзьями. То есть это Александр, который спал на кухне, вы имеете в виду, с ним Юля могла иметь сексуальные отношения? Ну, это была совершенно верно. Ну, она как бы сама это на своем видео допросе от 16 мая, если я не ошибаюсь, сказала, что у нее были отношения с Сашей Гнеденко. А она на своем видео допросе сказала, кто ей намагался волтовать, или вообще кто себе намагался волтовать? Нет, она сказала, что нет, ее вообще никто, никакого контакта сексуального не было. Но при этом, помимо презервативов, которые сказал адвокат Позняков, в квартире еще была найдена полотенце на кровати с пятнами крови. По групповой принадлежности, в экспертизе, эти пятна крови принадлежат Юле. Ну, так сказали, что у нее были месячные. В чем проблема? Может, она вытиралась? Ну, а что? Вечеринка в одних трусах, полотенце в крови, презервативы валяются. Валерий. Да. Можно я вас прерву? Вы знаете, характер того, что я сейчас услышал, дает мне основания предположить. У нас такое бывает. Я не исключаю, что в этой квартире, нам неизвестно, произошло что-то, и кто-то пытался скрыть это преступление предыдущее. Я считаю, это версия. Вот мы пытаемся как раз это выяснить. Именно поэтому мы сегодня в этой студии, в программе «Глядача к свитам» разговариваем об убийстве Юлии Ирнеденко. Есть человек, который отбывает наказание за это преступление. Это Павел Губин. Его мать сегодня в студии, и она категорически не согласна с результатами следствия. Кто же на самом деле убийца, и почему умерла эта девушка, выясняем сегодня. Развязку вы узнаете совсем скоро. Уважаемые телезрители, если вы являетесь свидетелем этого дела, или у вас есть информация, которая может помочь следствию, звоните на нашу горячую линию. Колл-центр работает постоянно, телефоны вы видите на своих экранах. Есть ведь еще один интересный момент. Экспертиза этого полотенца показала, что там не только следы крови, там еще и сперма есть. И вот в этой связи Павлу Губину экспертизу семени провели. Это не его сперма. А вот Сергею Синсиневичу такую экспертизу не проводили. Вы знаете, я вам, можно извините, перебью. Я вам всем напомню время, когда это случилось. Это пик недоверия к милиции, пик недоверия к власти. Поверьте, тогда шилось что угодно. Я сегодня не могу, не склонен доверять моим коллегам. Я предполагаю, что, возможно, любая версия, вплоть до желания просто надеть на кого-то чехол, и чтобы хорошо прошло это в суде. Я не доверяю. И предполагаю, что здесь могли быть и неправильная экспертиза, и умышленное замалчивание кое-каких вещей. Я считаю, что следствие проведено неправильно. И объективность сегодня, возможно, вот здесь и кроется. Каждый из сказавших предполагает то, что может быть очень серьезным свидетельством для проведения дополнительного расследования. Ярослав. Максима, смотрите. Я же, чему запитал у мамы Павла стосовно того, чи був Сенсеневич взагалі в статусе подозреванного? Він не был в статусе подозреванного, и больше за все, з огляду на то, что навіть не брали в него мазки, его биологичного материала, мы говорим про то, что взагалі цю версию никто не переверял. Тобто мы повертаемся до того, что сказал мой коллега, что из самого начала взяли одну людину, не зрозуміло, чему, ну, больше за все на чьих показах, да, кто-то из этих всех трех сказал, что это Павел. Это сказал сам Сенсеневич. Это были его показания, что, значит, вот моют они Юлю, купают, потом у Паши вроде как он как сошел с ума, ну, там, крыша поехала, он хватает бокал с остатками самогона, ну, там где-то полбокала было, выливает ей на голову, на затылок, если точнее, и тут же поджигает, мгновенно зажигалка черта. А в ней волосы есть горящие? Ну, нет, конечно, она была с волосами. Тобто, ну, насколько я помню по материалам, у ней все обгорело до головы. Да, нет, ну, у нее как бы, знаете, вот на голове у нее такие вот места были, видно вот как жар, что когда вот идет снизу, вот выпуклый вот так вот кончик носика, вот подбородочек так вот припавший, но при этом реснички, бровочки, волосы, все-все целое у девочки. Какие факты у нас есть против Сергея Сенсеневича? Первое. В его квартире нашли презерватив и полотенце в крови и сперме. Но следствие не взяло во внимание эти вещественные доказательства. Кровь оказалась Юлина, а вот чье это семя даже не искали. Второе. Сожженная Юлия Ернеденко в момент трагедии была в неадекватном состоянии. И уже по дороге в реанимацию, возможно, в бреду она говорила, Сеня, не трогай меня. Но версию об изнасиловании Юлии не рассматривали. Более того, провели две экспертизы тела погибшей девушки. И оказалось, что по одной Юля была девственницей, а по второй жила половой жизнью. Одна из жительниц дома, где произошла эта трагедия, рассказала, что родители Сергея Сенсеневича пытаются влиять на следствие. И даже запугивают свидетелей. Но кто в день трагедии сам признался в совершении этого убийства? К нам в студию приехала родная бабушка Юлии Ернеденко, Мария Курдюмова. Именно она каждый день приходила к внучке в больницу. У них с Юлей были очень доверительные отношения. Итак, встречайте бабушка убитой Юлии. Здравствуйте. Спасибо, что вы приехали к нам в студию. Здравствуйте, ведущий. Здравствуйте, студия. Мы понимаем, что вам тяжело, но сегодня нам важно восстановить картину этого преступления. Итак, почему мама Юлия сегодня не с вами? Почему она отказалась приехать к нам в студию? Юлина мама отказалась потому, что говорит, я не хочу даже туда идти, там все брехня и ложь. Значит, а вы что, говорит, еще не верите в то, что это Пашка сделал? Что он Юлю угробил? Он сделал. И все, говорит, доказано. А я говорю, так надо же, говорю, выяснить, а почему все не сидят? А почему те не сидят? Пашка сделал, хай сидит. Секундочку, вы верите в то, что Павел Губин это убийца Юлии? Я верю в то, что он соучастник. Все. Кто убийца? Вы имеете предположение? Ну, по тем всем показаниям, и теперь я уже верю. Но я не верила в это. Кого вы подозреваете? Вы сказали, что Павел может быть соучастником, но имя, назовите, кто убийца? Хозяин квартиры. И вы сейчас тоже в этом уверены? Я уверена, это все вместе сделано. То есть вы считаете, что убийц вашей внучки Юлии двое? Двое. Это Сергей Синсиневич и Павел Губин. Как вы узнали об этой трагедии? Я лежала в больнице, мне позвонила подруга моя, говорит, где ты ей? Я тебе звоню целый день, твою ж Юлю сожгли. Ну, я с больницы поехала туда. Приехала утром, кое-как ночь переночевала. Врачи меня не отпускали. У меня и сейчас давление высокое, я очень больная. У меня сахарный диабет в тяжелейшей форме. И когда я приехала, я поднялась в ожоговый центр, и вызвали врача. Он вышел и сказал, мы не пустим вас в реанимацию. Я говорю, пустите меня, ради бога. Я хочу увидеть, я ее бабушка. Он говорит, ну спуститесь вниз, купите бахилы. А я говорю, я не могу, я не сойду по ступенькам, я еле сюда собралась. А он говорит, я говорю, сейчас сниму туфли, босоножки. Я сняла и пошла в этих, у носочках туда пошла. Прихожу, она лежит красивенько, на крестике, на ручке в нее навешаны. Иконочки стоят. Она говорит, бабушка. То есть она была в сознании? В сознании, в четком, ясном сознании. Бабушка, я все равно выживу. Я бабушка сильная. Я перенесу боли. Бабушка, я так хочу жить. Она говорит, бабулечка, я устала. Я говорю, Юлечка, как ты только тебя выпишут, я тебя забираю домой. Бабушка, правда? Я говорю, правда. Она мне отвечает, бабушка, я всех их ненавижу. Мать, сестер. Вот это было сказано. Которые взяли деньги из Синсиневича, чтобы он был чистый и гладкий. А я считаю, вот пусть они разберутся, кто это сделал. Мне неприятно слышать, что Мария Яковлевна думает, что мой сын, да, ко мне как матери неприятно. Но с чем я абсолютно согласна с Марией Яковлевной, в этом деле должны реально разобраться. Вы только что сказали, что мать Юлии, Юлии и сестры были подкуплены родителями Сергея Синсиневича. Конечно. И именно поэтому ваша дочь не хотела сегодня приехать? Она не дочь. Она невестка. Гражданская жена моего сына. Покойного. А когда он заболел, она его выгнала, забрала. Я три года больная, ухаживала за парализованным первой группой инвалид. Можно вам вопрос? Скажите, она четко вам сказала, что все они виноваты? Кого она имела в виду? Она не сказала. Я говорю, Юлечка, кто же это с тобой так и сделал? Она говорит, бабушка, я не помню. Сам факт поджога она могла не понимать и не оценивать. Она была в сильнейшем состоянии алкогольного опьянения и в полубессознательном состоянии. Я предполагаю, она не могла видеть. И накачанная наркотиками. Это не супер. Накачанная наркотиками, это сказали врачи. Ее напоили. Ее напоили. Она была напоена. И я считаю, что тот, который спал, я бы его обязательно рассматривал в процессе как одного из участников. Мы попробовали воспроизвести эти события той роковой ночи. Итак, версия номер два официальная. Не прошло и часа, как Павел пришел в гости к соседу сверху. Он принес самогон и ожидает продолжения вечеринки. Единственная девушка в компании настолько пьяна, что уже не держится на ногах. Раньше Павел видел Юлю только мимолетно, во дворе. Пообщаться с девушкой ему так и не удалось. КОНЕЦ 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 Стерпеть унижение от несовершеннолетней девушки Павел не может. План мести рождается мгновенно, как вспышка факела. КОНЕЦ 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 Итак, это была официальная версия. Так говорит Сергей Сесеневич, и это официальная версия следствия. Это самая удобная версия. И я, как Станиславский скажу, не верю. Не верю, потому что мне не говорят факты. Факт длительного нахождения в этой квартире. Он пришел туда, возможно его вина есть, он пришел слишком поздно. Он не был свидетелем тех событий, которые происходили. Напаивал не он их. Вот кто находился в этой квартире, и поведение Сергея, и на звонок, на медицинскую скорую помощь, и родителям вызывает у меня подозрение. Я считаю, что здесь действительно права бабушка. Виноваты очень многие, и в первую очередь, возможно, мама могла иметь отношение к тому неправильному расследованию. Я усматриваю в этом... Мама Сергея Сенсеневича? Мама Юли. Юли. Я сегодня услышал бабушку. И вы знаете, я предполагаю, что могли пойти на сговор, здесь скрытая форма взятки, я усматриваю ее. И, к сожалению, я не исключаю, что подкуп направил следствие несколько в красивое русло, и суду предоставили совершенно не то, что хотим доказать мы. Ярослав, вы тоже не верите в официальную версию? Ну, погодьтеся, что 5-6 часа вечера, человек пришла с гулянки, уже фактически пришла домой и так далее. Что-то очень важное должно было его туда вытягнуть. Что-то очень важное уже из тех версий, которые мы проговорили и увидели. Это могла быть версия того, что «Алло, Паш, тут у нас есть девочка, она готова, приходь». Ну, соответственно, до версии следствия. И вот в этой части следствия вообще ничего не установило. Какой мотив прийти? Прийти просто допить горилку? Или принести горилку? Ну, я думаю, что тут все будут сомневаться, в этой студии наши глядачи будут сомневаться. Он бывший десантник, правильно? Да. Он только пришел и отслужил. Он не есть парень на побеганках. Вот найдем, что его туда привело, мы найдем, кто сделал и как сделал. Да, нужен мотив. Хорошо. Мы не видим мотива здесь. Вячеслав. Что показано в роликах? На девочку выливают какие-то там 250-300 мл спиртного. Это абсолютно не может быть соотнесено с 90% ожогов. Насправді, от самогону чи от спирта того же самого, ну, не будет таких опеки. 90% – это человеку нужно окунуть в этом. Данил, вы… Смотрите, окунуть. Або це повинна бути якась химична отрута на стеки сильна, яка має дуже велику литючість. Вы хотели что-то добавить, Данил? Дело в том, что садизм, а именно вот вся картина говорит о том, что да, что работал садист, что это было импульсивное, четкое садистское действие. То есть пришел в ярость, пришел, облил, подпалил. Таких людей, любой, подчеркиваю, грамотный психиатр-клиницист быстро выщелкает. Я подтверждаю слова эксперта. Это очень напоминает мне ряд случаев, где в детстве было заложено, и человек просто не жёг. Он обязательно жёг на каком-то подсознании, которое у него же было заложено. Действительно, там есть фактор какого-то маніакального отношения к огню. Кроме того, я предполагаю, что в одежде можно было при таком количестве спиртного, можно было нанести 90%. Но на голую... Это одяг обязательно должен быть синтетичный, и он очень быстро загорается и быстро выгорает на теле. Но он залишает за собой не только опеки, а он и залишается частками на теле. То есть это были шматки заплавленного такого, как пластик. И плавится, и соединяется с кожей, правильно? Так, и это были бы среды, которые мы бы увидели. Давайте уточним, была ли она одета? Вы вот её увидели. Она была абсолютно обнажённая. Вещи её, трусики с блюзгальпером валялись за окном. У нас есть видео следственного эксперимента, где Сергей Синсиневич рассказывает о том, как именно горела эта девушка. Там она взяла правой рукой, получается, ударила ему по щёчью. Он, получается, отошёл вот так чуть-чуть. Ему это не понравилось. Вот. И, получается, вот так она, как-то полусидя. И, получается, он правой рукой, чуть выше области груди, ну, резко её толкнул. Вот он так стоит, подбегает, хватает, ну, резко. Правой рукой хватает бокал с самогоном, левой рукой на пачке хватает зажигалку. Подбегает, выливает ей на голову и, ну, вот, в область затылка, получается, вот так, что у неё, получается, самогон, ну, по всему телу распределился. Да, да, всё. И сразу моментально поджигает. То есть, ну, вот, раз, налил и сразу поджёг. И, значит, ну, и она вспыхнула. Резко, и, ну, огонь был, ну, приличный. Теперь мы хотим вам продемонстрировать следственный эксперимент, в котором уже Павел Губин рассказывает о том, как горела Юля. Я вернулся, да? Да, я вернулся. Туда. Вон он, да? Я прохожу. Всё. Дверь, как завалится? Я за собой закрываю. Через сколько времени я выхожу ещё раз? Я с Сергеем Синевича. Ну, где-то ещё через пару минут. Через пару минут? Что я делаю? В бакал, вылай, это не пейс. Да. Вы сказали, Синевича, это шум па. Да, да? А вы с моментами, с этого момента? Да. Что я делаю? Взял бакал и пошёл назад. Вот, я сидел, общался, ну, дальше разговаривал по телефону, и вижу, что там вот так вот, ну, хорит. Да. Что дальше происходит? Ну, сразу было, что я перезвоню, и сразу положил друг. Данил, вот прокомментируйте, кому вы больше верите, кто увереннее здесь выглядит? Простой факт. Первый человек, сама динамика, очень быстро, очень уверенно, очень быстро, подчеркиваю, очень уверенно, быстрая речь, чёткие решительные действия, очень чётко согласовывается с тем, как он звонил по телефону. Фразы рубленные, когда начинал снова юлить, он просто уходил от ответа. Человек был уверен в своих действиях. Вот, последний кадр, там было что? Там была вот просьба, пошла и мимика удивления. Если мимика удивления накладывается на какие-либо действия, это любой психолог засомневается. Почему человек удивляется во время рефлекторных действий, ну, во время описания какой-то ситуации? Это как правило, да, не-не-не, там вот брои чётко поползли вверх и так далее. Это предполагает проект Сулжи. Валерий. Я, как профессионал, заметил, что на некоторые детали он слишком, особенно левая рука, уделяет такое точечное внимание, и я понимаю, он сосредоточен, и он не на подсознании работает, а на сознании. Он сохраняет именно ту версию, которая у него нарисована. Первое. Второе. Смотрите, как он рисует. Он берёт макет и говорит. Она сидела вот так, он её толкнул, затем он показывает детально, вот голова, и он говорит, облил её с головы, замечаете, с головы, затем подносит на уровне шеи. Но я-то понимаю, что первым горит всегда верхушка, не может огонь идти вниз. И я сразу вижу, сразу, сгореть должна голова, моментально вспыхивает голова. Я уже увидел здесь противоречие. Я вижу, что он неправильно показывает. И тем более он рассказывает, как он это видел. То есть кто неправильно показывает и рассказывает. Сергей. Есть ещё одна очень важная деталь. По показаниям Павла и Сергея, в тот вечер эти ребята пили самогон. А вот во время следственного эксперимента правоохранители использовали спирт. Тут, снова же таки, питание. Потому что ту трёхлитровую банку, яку вони взяли, там за свідчением свідків був саме спирт. Что, у вас на девятом этаже спирт продают? Я предпочитаю это, извините, называть спиртосодержащей жидкости, потому что нет экспертизы. Эксперты не могут сделать экспертизу, потому что кто-то вылил. Вы видели эту банку из спирта? Конечно, на кухне стояла. Её выучали из места подъек? Да. А когда огляды сделали? Давайте так. Я поехала с Юлией в больницу, а криминалисты приехали. То есть, в милицию выкликали уже кто? Лекари. Правильно? Да, да, да. Тут, ну, до этой версии, так, чи могла, чи не могла гореть, я хочу зазначити еще ту речь, вот вы нам дали фотокартки из места подъек. Да, Ярослав, выйдите, пожалуйста, к столу и так разложим красиво, и вы покажете, что у вас звучит. Есть ванна, яка, как мы видим, она сделана не из керамики, как это вот зазвичайно, не из чугуна, а это, звичайно, пластмасса, китайская пластмасса. Акрив. Ну, акрив. Какая разница? И те, и те являются горючим материалом, причем очень легко займестим и добрый горючим. И вот тут версия, что одного, что и другого, стосовно того, что все это происходило в ванне, вона рассыпается полностью, потому что в самей ванне девчины не могли палить, потому что, если мы беремо 90% опеки в тело, даже если это не спирт, даже если это какая-то другая речевина, которая дала спалок, резкая, то есть резкая температура, она бы выплавила тут место. Мы не видим тут ничего. То есть ее там уже охлаждали? Ее тут, больше всего, просто поливали и действительно охлаждали после опеки. Но кто-то из вас двоих зазначал про то, что были места, прогорели на кухне. Я это говорила. Я так понимаю, на вотому куточку, что там стоит? Да, да, совершенно верно. Тут рассыпается как раз и версия Павла, что он сидел на кухне и побачил как раз спалах из ванной комнаты, а обгорелые места находятся тут. То есть он физически не мог, сидячи на кухне, побачить спалахи в ванной комнате, потому что там ничего не горело. Как раз мог. Я понимаю, до чего вы клоните, но если мы будем говорить про то, что он пришел и уже она была обгорела, то он бы повернулся до вас немного раньше. Ну, естественно. Поэтому горела она где-то при нем. И поверьте, что даже вам, как матери, он тут не говорит про это. Потому что тут он уже защищает вас. А у меня не было возможности с ним поговорить, чтобы он мне что-то рассказал. Вот, чем весь вопрос. Потому что пока я была с девочкой в больнице, его забрали в милицию. И все. Больше я с сыном не говорила. Ярослав, спасибо. Мы продолжаем искать правду в этом нелегком деле. Я хочу напомнить нашим телезрителям, что мы разбираем жестокое убийство девушки Юлии Ирнеденко, которая погибла в результате поджога. Если вы знаете что-то об этом деле или вы являетесь свидетелем этого преступления, звоните нам на горячую линию. Колл-центр работает постоянно. Телефоны вы видите на своем экране. Мы провели собственный эксперимент. Так сколько нужно пролить самогона или спирта для того, чтобы тело могло обгореть на 90%. Берем футболку и поливаем ее водой. А теперь поливаем футболку спиртом. И подпаливаем. И подпаливаем. Вогонь на рівні приблизно 40 сантиметрів. Теперь беремо совсем другую футболку и так же поливаем ее водой. Только теперь вместо спирта поливаем футболку самогоном. А теперь подпаливаем. В огонь лец досягает 15 сантиметрів. Позвольте мне, пожалуйста, сказать, во-первых, что такое ткань и что такое человеческая кожа. Они горят по-разному. Все-таки надо делать куклу. Надо обязательно рисовать именно те контуры. Рисовать до деталей, до наклона. И вот здесь я вам задам вопрос. Мы знаем, что она вот так примерно выглядела, как сказал Сергей. А теперь скажите, если был в спалах, что в первую очередь сгорело? В спалах, который виден, что горит в первую очередь? Голова. В том-то все и дело. Поэтому неизвестно, что это вообще был за спалах. Скажите, пожалуйста, подтверждает ли это версию вашего сына? Волосы не сгоревшие. Смотрите. Ну, они не похожи на обгоревшие. Так, більш, что спер, спер, дубач, ты лоб? Где лобная частина есть, навколо лобной частины видно, что непошкодженный эпидермис. Брови на месте. Да, эпидермис вообще не пошкодженный. А если говорить по версии хоть одного, хоть другого, то после такого полива, в первую очередь, оно бы сгорело. У меня это вызывает вопрос. Что-то они не говорят. За несколько дней до своей смерти Юля кое-что рассказала о вашем сыне Павле. Она говорила это, находясь в больнице. Давайте послушаем. А мальчик этот по имени Паша, как он общался с тобой, как и со всеми, или немножко было? Ну, как-то изначально, как он так, как-то неправильно с тобой начал общаться. А в чем это выразилось? Что-то. Я что-то развела, по-моему. А, и он на меня развил что-то? Не спиртное, а просто там сок какой-то. Я говорю, это мой, это мой. И я его развела случайно на себя. Или не сок, я не помню. Что ты развела, в общем, возле крач. И он говорит, вытирай. Я говорю, я не буду вытирать. Ты виноват, ты меня отбирал. Да кто ты такая? Да я тебе покажу, когда ты разваливаешься с Ташиной. Я тут сейчас тебя вообще... Ну, сто, я взяла все медали, любовь, полотенце. Я вытерла, вытерла, развернулась, ушла в другую комнату. То есть он начал себя немножечко неадекватно, по отношению к нему? Да, в действии начинал. А по причине неизвестно? Неизвестно. А тут на этом видео, знаете, что самое интересное? Что не только волосы не сгорели на голове, а брови и вии на местах. И больше то, в огню перед нею не было, потому что людина в любом случае, вона дыхает. И когда людина горит, вдыхаючи в воздухе, у нее первое, что страждают, это как раз гортань и голосовые связки. То есть, ну, голоса фактически нет после этого. У нее голос, ну, целиком природный. Бабуся, правильно? У нее голос такой, как и был. Не сменився? Это видеодопрос от 16 мая. Второй. Самый первый видеодопрос Юли был 11 мая, в тот же день. И она немного все это говорится в другой тональности. На втором видеодопросе Юлю уже настроили против Паши. Но тем не менее, царство небесной девочки. Она так и не сказала, что это он меня поджег. А она хоть что сказала? Нет, девочка реально говорит, что она ничего не помнит. Павел Губин тоже получил этот вопрос. И вот как он на него ответил. Я даже не знаю, ты в принципе и с вами назовешь. Юля что-то тут разлила или что-то в этом роде. Ержененко Юля. Да, я ей сказал это вытереть. Вы просто сказали или... Ну, я просто сказал. Она была пьяная, что-то там попыталась меня нахамить и все. То есть взяла, потом вытерла и все на этом закончилось. У нас в студии его одноклассник, который знал Пашу с самого детства. И он сомневается в том, что парень мог совершить такой зверский поступок. Здравствуйте, Илья. Что вы можете рассказать о своем друге? Ну, я знаком с ним с 10 класса. То есть, как он к нам пришел в школу, сразу как-то, почти сразу начали довольно тесно общаться. То есть, спортом как-то занимались. Я приезжал даже после школы, то есть, с ним общались. Погулять просто там, ну так, по-пацански что-то такое. Что вы такого делали по-пацански вместе с Павлом? Ну, сейчас, хорошо вы меня подловили, подцепили. Просто вот гуляли, веселились, то есть, поржать, посмеяться, там, подшутить на кем-то там. Ну, такое, ну... Мы спілкувалися с друзьями Юлии Ерніденко. У них была в компании одна спильная подруга, яка знала Пашу до того. Потому что Юлия Ерніденко, вона Павла бачила в первый раз в той вечер. Но у них была одна знакомая, Мария. И она рассказывала, что Павло погрожувал ей. Вона, вынобила ему гроши. И, цитуючи ее слова, может сказать... Она сказала так. Паша мне сказал, что если я не отдам ему деньги, он меня сожжет. Мог ли Илья сказать Павел, что кого-то спалит? Или сожжет? Ну, во-первых, вообще такого не мог сказать. И тем более девушку. Ну, вот был случай, что вот, ну, тоже гуляли. Проходили мимо остановки, и он говорит, стой, погоди секундочку. Говорю, что такое? А там, получается, за киоском стоял парень с девушкой. И какая-то перепалка была. То есть он руками эмоционально кричал там на нее. Она стояла, то есть так, ну, вроде плакала, не знаю. И он мимо этого не прошел. То есть меня остановил. То есть хотел вмешаться, потому что смотрел, что может дойти дело до рукоприкладства. И как бы он такие вещи, ну, не пропускал мимо. Он справедливым, добродушным, отзывчивым человеком. Это было до его службы? Это было до службы. В войсках десантных? До службы было это. А после службы ваш друг изменился? Вы заметили что-нибудь? Да, он как-то даже, скажем так, стал более дисциплинированным и ответственнее. То есть в лучшую сторону изменился? Да, да, да. Более серьезным. Стал как-то на будущее смотреть вдаль. Как-то так вот. В данном случае вот реакция, что вы рассказали, там, заступиться. Это проекция спасателя. Программа спасателей. Это то, что вы рассказывали. Подержал голову, что-то не упало. Это тоже проекция спасателя. А поливал, поливал садист. И вот эти вот две реакции, садист-спасатель, они несоединимы практически. И снова же, десантник, он как работает? Физический контакт. А тут? Тут дистанцированность. Вот полили, подожгли. И смотрите, допустим, вот когда первый парень, ну, Сенцевич. Да, да, да. Он показывал, как был процесс поджигания. Человек, который далек от этих тем, он бы просто вот поднес где-то вот на такое расстояние, на такое, но он бы не прикоснулся. То есть он детали, показывает детали. А он показал, вот, прикоснулся, вплотную и резко зажег резкие уверенные действия. Это рефлексы. Напомню, что суд города Харькова признал Павла виновным, и Павел получил срок в 15 лет. Но его мама, которая сегодня пришла к нам в студию, до сих пор настаивает на том, что ее сын не может быть убийцей. Так почему же все-таки следствие обвинило именно Павла Губина, как единственного человека, который поджигал Юлию? Встречайте, в этой студии адвокат семьи Ирнеденко. Это Евгений Рияко. Добрый день, Евгений. Присаживайтесь. Евгений, вы можете назвать факты, которые окончательно вас убедили в том, что Павел Губин убийца? Почему-то четыре свидетеля, которые были допрошены сразу же после произошедшего, первого дня во всех следственных действиях, в судебном процессе, говорят одно и то же. На следственных экспериментах показывают одно и то же. Павел Губин меняет версию порядка четырех-пяти раз. Это ложь. Он ни разу не изменил версию. Это явная ложь, просмотрите по материалам дела. Вы сейчас лжете, господин Рияко. Вы просто лжете. И не хотели свидетелей, слушать, которые против Шри Синьсиневича. Вы просто лжете и лжете не прикрыто. Я же тоже была на каждом суде. Я вас ответственно обвиняла в лжете. Это правда, что Павел признался в том, что совершил. Да. Первичное действие, которое происходит на досудебном следствии, в преступлениях подобного рода, сразу же выбирается мера пресечения избирается. Павлу избиралась мера пресечения. Аудиозапись есть также в распоряжении Чернозаводского района суда города Харькова. У нас есть, я вас здесь перебью, это аудиозапись. Давайте ее послушаем, чтобы подтвердить ваши слова о первых показаниях Павла, от которых он потом отказался. Итак, внимание на экран. Не помню, но как-то, ну, в ванной, блядь, да, в этом, в оси этой хуйни, блядь, я виноват. Она была бухая, блядь, вообще. Ну, Сережа Петашевану, блядь, умывать там, покупать, блядь. А я, блядь, бегал, ну, там, летал с этой самогонкой. То ли в чашке, то ли в бокале. Ну, в чем там, блядь. Не, я с ней, это все, блядь, я с ней не дрался, нахуй. С ней не дрался, ты приводил чувства, поливали водой, правильно? Да, да. Ну, что почочина, это, блядь, она мне дала. Ты вообще, ни хуйни, блядь, она бухая была, какая-то почочина. А на голову она была? Блядь, в майке на хуйни, в трусах. А потом, когда она загорелась, блядь, мы Сережу, блядь, срезали на хуйню эту майку, блядь, ну, сняли с нее. Когда вы не горели? Сережа его, блядь, блядь. Мы прикалывались, что такнали, блядь, и все поджегли. Юля, а ты изучала материалы дела, это цельный кусок? Мы этот шматочок взяли с интернета. Это запись, которая появилась действительно в интернете, это запись оперативных сотрудников просто на телефон, на частный телефон. Сразу же в тот момент, когда Павла доставили в райотдел после случившегося. То есть непосредственно 1-го, 11-го числа. Это запись есть в материалах дела? Нет, конечно. Есть другая. Есть с следственного действия, там, где избираются меры пресечения. И там Павел, на вопрос уже судьи, не так, как здесь, как кулуарно кому-то объясняет, а на вопрос с следственного судьи отвечает и также признает себя виновным, но со словами, но я это делал не специально. Коллега, зрозуміло. А судовый психиатр, что сказали? Стосовно Павла, стосовно его поведінки, это же вызначение судовой психиатрии. Есть там? Звычайно. Ещё он и сказал. Меняем. Следующий момент. Первый допрос, 11-го числа. Горела Юля, она лежала. Это пояснение Павла, следователю, в допросе. Она лежала, горел живот, плечи. Второй допрос, через месяц. Юля лежит, но уже по-другому. Она не горит. Горит вода вокруг неё. Юля не горит. Следственный эксперимент. Воды, оказывается, было один сантиметр, пламя было ниже, уже появляется чёткая локализация, как растекала жидкость, как механизм, как якобы Синсеневич поливает, как он подносит зажигалку и всё остальное. Ну зачем вы лжёте? Павел никогда не говорил, что Синсеневич поджигал её. Ну, вы знаете, чтобы сейчас меньше слушать господина Рьяка, просто взять чётко, просмотреть два воспроизведения событий. И вы поймёте, что господин адвокат просто лжёт. Следующий факт. Смотрите, версия по поводу телефона. Смотрите, первые три допроса её не существовало. А вы сейчас Евгении мне подмигнули? Ярослав, вот эти частые смены показаний, о чём они говорят, насколько адвокат правильно выстроил защиту в этом компоненте? Максиме, то, что на сегодняшний день подозрёванный или обвинуваченный меняет свои показы, он может их менять тысячу раз, десять тысяч раз и так далее. Это единственная человек в криминальном процессе и в криминальном судочинстве, которая имеет право говорить всё, что ей заманется. Максиме, дозвольте задать эти точковые вопросы как раз Евгену. Я могу Евгения пригласить вот сюда, и вам будет как быть подмигивать Ярославу. Да, потому что там вам неудобно. Первое вопрос относительно телефонного звонка. Был он или не был, соответственно, к трафике и огляду телефону Павла? Была принесена следственным судом ухвала, соответственно, на получение этой информации, и она была невиконана. То есть никто не взял трафик? Так. А телефон не глядали? У Максима, у Павла и Максима? Глядали, так не было. Не было этот звонок, но это не было. Трое вопрос. Саня, откуда взялась година 6.40? Година фактически того, что подпалили Юлю? Только показано. А показы чьи? Вы говорили 4 свидетели. Это кто? Нет. В момент подпала могли дать показания только те, кто непосредственно был очевидцами. Это Павел и Сергей. То есть ты зацикал не особо. Так, так, так. И они так и дали показания. Эксперты что-то дали, соответственно, до момента подпала? Нет, они указали только, что возможно, во время, которое указано следствие. Яки истинуют? Раз, два, три, четыре, пять. Прямых доказательств, яки говорят, что это Павло. Из прямых доказательств только показаний Сергея Синсеневича. Если бы были дополнительные прямые доказательства, мы с вами здесь бы не собрались. Смотрите, следующий момент по трафикам очень интересный. Я ходатайствовал перед судом, чтобы суд все-таки рассмотрел этот вопрос и повторно направил ухвалу к оператору мобильной связи «Лайф» для получения трафика. Созванивались ли два данных телефона в данное время, где они находились. Но первое, самое интересное, что Павел в суде забыл свой номер телефона. Он не мог сказать свой номер телефона. Ну, бывает, бывает. Забыл телефон, да? Но момент другой. Почему-то защита была против этого ходатайства. Защита упиралась как только могла. Зачем? Если это ваша версия. А его телефон выключался? Так. Он наблюдался на предмет выходного или выходного выходного? Так. А как это может служить 100% доказательством, если достаточно что-то удалить? Правильно? То есть это не может быть 100%? Нет. Восходящий не было? Нет. Так он бы не был зацикавленный удалитель. Осматривался. Не было. Не было. Не было. Не было. Зразумеваю. У меня вопрос и ответ. Вы сказали, он меняет показания очень постоянно. Давайте отвечу вам. Давайте. Вы в правоохранительных органах служили? Нет. А я служил. И сейчас, являясь правозащитником, скажу вам, на 2013 год у меня столько заявлений, жалоб, о пытках, когда там не то, что изменишь показания, но на собственную маму наговоришь такого и на себя. Я предполагаю, что раз меняет показания, это вовсе не доказательство его вины. Это его право. Итак, ну мы услышали, Валерий, мы услышали другой. Евгений, спасибо. Желаем вам удачи на этом диване. Так вот, для того, чтобы отвести подозрение от себя, Сергей Синсеневич решил пройти детектор лжи. Его показания прямо сейчас мы можем посмотреть и оценить. Еще раз, мог ли этот человек давать заведомо ложные показания, которые в итоге привели к заключению вашего сына? Вы намерены честно отвечать на вопросы, касающиеся поджога и Юлии? Да. Вы полностью уверены в том, что я не задам вам ни одного вопроса, который мы с вами не обсуждали? Да. Никаких шевелений. В возрасте до 20 лет, вы когда-нибудь хотели, чтобы человек, которого вы знали, умер? Нет. Это вы подожгли Юлию? Нет. В возрасте до 21 года, вы когда-нибудь хотели увидеть, как кого-либо причиняют боль? Нет. Вы говорите неправду, утверждая, что это Павел поджог Юлию? Нет. Есть ли такой вопрос, который вы боитесь, что я задам, хотя я обещал этого не делать? Нет. Кроме случая с ВАЗой, в возрасте с 14 до 21 года, вы когда-нибудь обвиняли кого-нибудь в том, что сделали сами? Нет. Вы принимали непосредственное участие в поджоге Юлии? Нет. Под тем расшифровкой, которую получили специалисты, проводившие это дознание, Сергей Синсеневич на все вопросы ответил правдиво. Как мы помним, что и мама рассказала, что они всю ночь пили, гуляли. И если человек находился в состоянии алкогольного спьянения и на сегодняшний день не помнит, то, в принципе, эти ответы могут быть правдивыми. Но при том, в общем, тогда ставится под сомнев вот это его оттворение, которое он так четко выважено делает под диктовку милиционера, что я вот так поддерживал, вот так отнес и так далее. Мы решили предложить и Павлу Губину, детектора лжи. Юля, чем закончилась для Павла попытка пройти? Когда мы были в Киеве и договорились о проходении экспертизы, Олена погодилась и сказала, что так, мы погодимся против этой экспертизы. Мы нашли полиграфолога в Харкове, снова же таки погодились на эту экспертизу. Мы приехали туда, пришли на интервью до адвоката, и адвокат нам говорит, что мы проходить эту экспертизу не будем. Поэтому в этот момент я... Когда вы мне предложили вот эту даму-эксперта, я проверила по реестру экспертов Украины, ее нет. У нее нет лицензии, она не имеет права проводить экспертизы, которые будут приняты судом. Программа «Глядача к свиду» готова предложить Павлу прохождение полиграфа с помощью киевских специалистов, столичных. Вы бы согласились? Максим, может быть, не так. Того, на кого вы вкажете. А сейчас я хочу пригласить в эту студию нашу следующую героиню. Она видела Юлю Ирониденко за несколько минут до трагедии. Что подозрительного заметила эта женщина в той квартире? Давайте узнаем у нее самой. Итак, встречайте, это Валентина Губина. Здравствуйте. Проходите к нам в студию. Павел Губин, а ведь это ваш внук? Да, мой внук. Когда вы решили подняться туда, в эту квартиру, и что вы там увидели? Значит, я поднялась, когда Павлик вышел с ванной. Я слышала, у него в ванной были телефонные звонки. Но я не знала, кто ему звонит. Он выходит с ванной, одел шорты, обулся быстро в кроссовке. И говорит, бабушка, я сейчас на 10-15 минут поднимусь к Серому. Он его называл Серый. А я говорю, Паша, не надо туда ходить, детка. Там такой келдым, говорю, с часу ночи. И там, говорю, видно горе. Вот так вот и сказала. Он говорит, бабушка, ну я буквально 10-15 минут. Я говорю, Паша, если тебя не будет 10-15 минут, я поднимусь. Он говорит, хорошо, я тебя знаю. Он поднялся, я уже начала какой-то сон, я завтрак начала готовить. Смотрю на часы, уже полчаса времени прошло, а его нет, он не спускается. Я прикрутила газ и поднимаюсь к ним на шестой этаж. Я за ручку дверную от квартиры, дверь открылась. Я вхожу в квартиру, я, конечно, ужаснулась. Кроссовки, носки, одни стоячие, другие лежачие, вилки, рюмки, куски хлеба, куски непонятных. И так все прям вот так на полу в коридоре? Вот так по полу все валяло, да, там-то мокрое. Извините, я жестикулирую. В кухню заглянула, передо мной сидела Юлечка. И видела, в левой ручке у нее была сигарета, но не зажженная. А в правой ручке у нее был фужер. Ей пытался наливать. А я еще говорю, куда ты наливаешь? Зачем ты наливаешь, ты видишь, какая она? А какая она? Ребенок не мог слова сказать. А что с запахом? Когда я зашла от кухни, мне понесся такой, я диабетчик. Я запах ацетона различаю от и до. Вячеслав, давайте здесь сейчас мы остановимся. Что это за запах мог быть? Ацетон используется при приготовлении кустарного опия. Ацетилированной опии, так называемая ширка. И иногда бывают ситуации, что при неосторожном приготовлении ацетилированного опия происходят ожоги сильные. Но при этом после этих событий достаточно быстро в этом месте оказалась мама. Если бы была там варка, она бы увидела и другие признаки. Шприцы, химию всяческую. Но вы такого не заметили. Баночки, скляночки и так далее и тому подобное. Вы знаете, я такого не видела и говорить не буду, потому что я по комнатам не ходила. У нас есть заключение эксперта по поводу состояния Юли, в котором она была доставлена в больницу. У Юли наблюдался бред, зрительные галлюцинации, психомоторное возбуждение. Она недооценивала тяжесть своего положения, пыталась встать и уйти. Она была дезориентирована во времени, месте и личности. Периодически агрессивно. Ну, так элементарная реакция на болевой шок. Плюс алкоголь, плюс шок. Вот и получается такая гремучая смесь. То есть понятно, то ты совершенно здоровый и трезвый человек после такого болевой шоку. То есть речь о наркотиках не идет? Речь идет больше о... Я соглашусь с экспертом, потому что на самом деле болевой шок был 90% поражения тела, 50% проникновения. То есть это достаточно серьезный болевой шок. Есть свидетельство, что Сергей Сенсеневич пропонувал, Олена, вы мне рассказывали, пропонувал Паши и его подруги купить спайс. Нам позвонила девушка Александра. Она рассказала по поводу наркотиков. Сеневич предлагал нам курительные смеси. Мы с Пашей, конечно, не согласились. А когда я была у следователя, он нам показал образцы, указал на один, это был спайс. Что такое спайс, Вячеслав? Он может пахнуть ацетоном? Нет. Спайс, он содержит в себе курительные травы, гавайскую розу, голубой лотос, ну и еще какие-то вещи, которые вызывают легкие изменения сознания. На самом деле, не важно, какие травы там содержатся, важно, чем они обрабатываются. А обрабатываются они синтетическими химическими веществами, произведенными в лабораторных условиях, просто происходит распыление над этими травами, и они уже, собственно, и обладают свойствами одурманивающими. Мария, я попрошу быть вот внимательной прямо сейчас. Мы продемонстрируем видео того, как человек ведет себя под воздействием так называемого спайса, и, возможно, вы вспомните, было ли поведение Юли похоже на такое поведение. Внимание на экран. Попить! Попить нету? Ты наркоман, что ли? Он по спайсам стопудово. Это приблизительно так выглядит, Вячеслав? На самом деле, нельзя сказать, что это именно спайс. Да. Это любой вид наркотика может к такому состоянию привести. Ну, за исключением группы опиатов разве что. То есть, может быть спайс, может быть... Она была в другом состоянии? Нет, она сидела. Когда я первый раз увидела, она сидела, но только она качалась, вот так вот, и жестикулировала руками. Говорить она ничего не могла говорить связанно, только я же говорю, что вот так вот, бабушка, бабушка, то, что услышала. А той злосчастный бокал, налитый той речевиною прозорою, был перед нами, или нет? С пивного бокала разливали по рюмкам. Вы это тоже видели, этот бокал, и что там было? Да, да, да. Было белое жидкость. А кто? Кто? Я их не знаю. Не знаете? Не Сергей? Нет, нет, нет. Не Павел? Нет. Ну вот уже для следствия есть основания серьезно, очень серьезно подвергнуть сомнению эту версию. Вот я бы возразил обязательно. Почему не исследовали? Кто эти еще люди? Следующая версия, это версия, которую официальное следствие даже не рассматривало. Хотя события тем утром 11 мая 2013 года вполне могли развиваться именно по такому сценарию. Юля в компании Сергея всегда чувствует себя в безопасности. Взрослые парни – серьезные разговоры. Все это вызывает у девушки интерес. В отличие от ровесников малолеток, с парнями все по-взрослому. Гуляют до утра, пьют не по-детски. Девушка давно хочет попробовать спайс. Ту самую смесь для курения, о которой так много слышала. Да и отказываться неудобно. Ведь ребята потом могут и не позвать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В горле страшно запершило. Очень хочется пить. Но из-за алкоголя и наркотиков ее тело становится чужим. Руки совсем не слушаются. Девушка даже не может удержать стакан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Продолжение следует... 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 Продолжение следует...